Приветствую вас. Вы знаете, я бы хотел начать свой ответ, наверное, с того, что открыть вам небольшой такой секрет, что у всех людей абсолютно утренние мысли, как вы выражаетесь, отличаются от мыслей вечерних и наоборот. Это абсолютно нормальное явление для всех людей. Связано это с тем, что описала моя коллега. То есть это абсолютно нормальная история, это абсолютно нормальная позиция, это абсолютно нормальная тема. Это говорит о том, что у вас есть свои желания, у вас есть какие-то свои эмоции, у вас есть подсознательная деятельность, подсознательная активность, без которой вам было бы очень тяжело и без которой бы, скорее всего, у вас развивалась бы депрессия. Вот. А может быть и развивалась бы депрессия. Потому что подсознательная, да, это, по сути, то, что это наше желание. Вот. Так что здесь, на мой взгляд, всё более чем у вас в порядке. Ну, насколько можно судить. Вот. То есть никакой аномальности в этом нет и быть не может. Это первое. Второе. Значит, смотрите, вы пишите. Я приняла решение оставить человека в прошлом, долго думала и анализировала факты. Вот уже довольно долго, в независимости от настроения, просыпаюсь полгода с мыслями о нём. Как вам сказать, есть в психологии такой механизм защиты, который называется вытеснением. Вот. У вас очень похоже на вытеснение. Очень похоже, что вы вытесняете свои эмоции, вытесняете свои желания, ну, потому что, считаете их ненормальными, считаете, что их не должно быть, считаете, что они не имеют права на существование, считаете, что их вообще быть не должно. Вот. Хотя, безусловно, это, конечно же, не так, потому что и эмоции, и чувства, которые вы испытываете, это нормально, это абсолютно нормально. И те желания, которые за этим следят, тоже нормально. Обратить внимание вам стоит на то, какого рода мысли вам приходят в голову, да, после, к примеру, пробуждения. Вот вы говорите, что я о нём думаю, думаю, хорошо. Вы о нём думаете, но, простите, а как, как вы думаете о нём? То есть, ну, вот, конкретно, конкретно, что вы конкретно думаете о нём? Вы чего-то хотите, к примеру, для него, или вы, к примеру, чего-то хотите для себя? Да. Вот. То есть, давайте вот этот момент определим, ибо он очень важен. Если вы хотите чего-то для него, это оно. Тогда, может быть, вы действительно его любите, но здесь стоит вспомнить то, почему вы расстались вообще. Вот. То есть, может быть, вы его любите, но очень важно здесь вспомнить именно причину вашего расставания. Вот. То есть, совершенно очевидно, да, что расстались вы, ну, не просто так, да, и, наверное, были на это какие-то веские основания. Вот. Но в любом случае, если вы хотите чего-то для него, то можно при желании найти средства, найти способы для того, чтобы дать мужчине то, что вы можете дать без вреда для себя, если вы его любите. А если, если вы думаете скорее о себе, в контексте, значит, ну, в контексте, в контексте него, если вы думаете скорее о себе. Вот. Вот. Что это уже вопрос к вам. Что вам нужно. Понимаете? Что вам нужно и в чем вы нуждаетесь. Собственно говоря. Вот. Соответственно, очень важный момент. Ибо то, в чем вы нуждаетесь, исключительно ваша ответственность, и вам нужно научиться самостоятельно это реализовывать. Вот. Вам нужно научиться самостоятельно реализовывать то, что вы хотите, хотите, хотите. Вот. Это абсолютно все. Любовь, забота, семья, дети, вот все абсолютно вы можете научиться реализовывать самостоятельно. Все абсолютно вы можете научиться добиваться как бы своими силами. Главное, главное, чтобы вы к этому стремились. Вот. Это самое главное. Значит, если вы к этому не стремитесь, да, то, соответственно, будут проблемы. Главное. Дальше. Так. Значит. Натравиваю себя на хороший день, провожу его отлично, а к вечеру уже не помню обо всех этих дум. А утром просыпаюсь с новыми, а мы снова с мыслями о нем. Да, это нормально, потому что отношения ваши не завершились. В полной мере отношения ваши для вас, вероятно, продолжаются. Вот. Ага. Все еще. И, собственно, именно поэтому вы просыпаетесь медленно. Вот. То есть есть незавершенность, есть сомнения, а самое главное есть неудовлетворенность. Самое главное есть неудовлетворенность. Вот. То есть с уходом мужчины и с расставанием вы для себя потеряли что-то очень, очень, очень важно. Неудовлетворенность. Именно поэтому вы присыпаетесь с мыслями о нем, ибо мысли это наше желание, наше желание. Только свои желания вы предпочитаете удовлетворять, ну, скажем так, привычными способами. Вот. То есть вы предпочитаете удовлетворять свои желания теми способами, которые, ну, которые общеприняты, к примеру. Ну, вот. Знаете? Какой момент? То есть если я, к примеру, если я чего-то кончил, да, ну просто, я чего-то кончил, то автоматически я думаю, что я буду для этого делать. То есть я ведь не думаю о том, как удовлетворить свой голод, когда, когда, когда хочу есть. Я не думаю о том, что вот у меня есть голод, и вот я его хочу удовлетворить. Нет. Это работает немного не так. Если у меня есть голод, я думаю о том, что я хочу есть. Я представляю себе еду. еду не прям сую, а вкусную еду. Которая, которая является вкусной именно даже для меня. То есть это не для кого-то, да, для меня. Они выделены себе, например, этих, как это сейчас, позабыл, питательных элементов, да, питательные вещества. Да, я себе этого ничего не представляю. Потому что это всё мне не нужно. Это всё не входит в мои представления, в мои представления входят непосредственно удовлетворение желаний, средства для удовлетворения моих желаний. Вот. Так не происходит у вас. Только, только какое желание за этим стоит? Мы не знаем. Ну, потому что это нужно исследовать. Но то, что желание есть, это совершенно очевидно. Незавершённость ли это? Может быть что-то ещё? Это неизвестно. С этим нужно работать. С этим нужно разбираться. Потому что вот так сказать нельзя. Так сказать нельзя. Можно только габать. Ну, габать, на мой взгляд, абсолютно неблагодарное дело. Потому что можно угадать, а можно не всегда. Поэтому гораздо лучше всего будет, если вы выберете себе психолога, да, и поработаете одну-две консультации, проведёте и разберётесь с этим. Вот. Можете, в принципе, и к себе прислушаться, и спросить себя, к примеру, всё-таки, чего же я хочу? Вот. Что же мне нужно? Я не думаю, что это очень-очень-очень тяжело будет для вас. Я не думаю, что вам это будет тяжело. Я думаю, наоборот, что вам это будет достаточно легко. Потому что, ну, потому что нужно будет, нужно будет прислушаться к себе. Ну, понимаете, нужно будет понять себя. Нужно будет проследить за своими желаниями, которые у вас есть. И нужно будет признаться тебе в том, что вы этого хотите. Вы говорите о том, что анализируете, что анализировали факты, что принимали решения. Вот. Делали вы это всё, вероятно, своей головой. Делали вы всё это, вероятно, своим сознанием. Вот. При этом игнорируя свои чувства, свои попередности, свои желания. Вот. И в итоге, ну, в итоге ничего хорошего не получилось. Как вы видите из этого. Потому что игнорировались ваши чувства. Если чувства их игнорировать, то так всё и будет, так всё и получается. Ну, вот. Значит. Определить это можно с психологом, либо проследить свои чувства. То есть просто сядьте, вот утром, если у вас есть возможность, сядьте и поотслеживайте свои вот эти мысли, да, и свои чувства, которые они вызывали. И вы узнаете, и вы поймете, чего вы хотите. Вот. Если у вас самостоятельно не получится, то можно будет это сделать с психологом. Это будет проще и быстрее. И эффективнее. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...